Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В последнее время мы в основном информировали вас о премьере технологии SkyWay на выставке в Берлине на Транс-2016, где на суд мировой общественности были представлены образцы подвижного состава SkyWay, действующая модель путевой структуры. Но что же делается с основной, с настоящей путевой структурой? Ответы на этот и на многие другие вопросы мы сегодня постараемся получить с помощью главного технолога Закрытого акционерного общества струнной технологии Виктора Рудковского. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Вот рояль в кустах, очень кстати оказался. Расскажите, что это такое и где мы с вами сегодня находимся? Находимся мы на предприятии ОАО «Стройцы прогресс», наш основной подрядчик по всему этому действию, по всей металлоконструкции, как для высокоскоростного транспорта, так и для легкой транспортной структуры. Ранее мы уже были здесь, видели части и секции сборной конструкции, которые мы принимали совместно с представителями нашей организации. Это уже какой-то очередной промежуточный этап, как я понимаю? Это, скажем так, промежуточный этап основных сборочно-сварочных работ, даже, скажем так, финишный этап. То есть то, что мы видим, это по сути, по сути, вот то, к чему мы стремились все это время там на офисе у нас, на проспекте Дзержинска, то есть проектируя эти вещи. Это вот, в общем-то, результат в железе, в металле. В данном этапе происходит сейчас доработка некоторых элементов, нюансов, то есть, почему мы сюда и приехали, собственно, составление контрольной карты замеров, которую делали и ранее, в общем-то. Здесь она более объемная, более обширная. Дальше, после этого этапа, значит, вся эта металлоконструкция идет на заливку раскосных элементов, раскосной решетки спецбетоном, тоже испытание, которое мы проводили. Ну и после чего нанесение финишного покрытия защитного и отгрузка на монтажную площадку. Ну вот, последовательность, как бы, работа такая. Спасибо большое. Ну, как мы понимаем, это не первая, не последняя секция. Я вижу, что здесь еще на территории предприятия, в производственных площадях, находится очень много других элементов. Для следующих секций, расскажите, пожалуйста, что это такое? Да, ну вот мы видели секцию, вот название, секцию в сборе, вот, это один из элементов, скажем так, роскошная решетка, ветровые роскошные наши, в общем-то, с вставленными туда. Это она внизу, так, да? Вот она, в данном случае, внизу, но, значит, скажем так, рабочее положение, это металлоконструкции, ну, перевернутая, то есть, грубо говоря, получается, вот это... Она в перевернутом положении, да, вот это вверх, то есть, вот это вот, вот это вот пояса, они же рельсы для высокоскоростного транспорта, вот это вот для городского, то есть, ну, со стапеля было удобнее, в общем-то, поставить, достать сейчас так, на данном этапе. Я думаю... Собственного говоря, да, ну, и если мы пройдем немножко вперед, увидим, где, в общем-то, мы собираем все это, основной сборочно-сварочный стапель, скажем так. То есть, отсюда оно поступает на стапель, потом уже на финишную отделку, как я понимаю, туда, потом еще где-то там заливается бетон, покраска. Здесь мы, в общем-то, делаем замеры, смотрим геометрию, делаем доработку, вставку технологических раскосов, перемычек, если это необходимо, ну, какую-то доводку финишную по части металла, по части точности конструкции, сопоставившись с чертежами, имеющимися здесь, вот. Дальше эта металлоконструкция поступает на определенный участок, где идет подготовка к бетонированию раскосов основных наших, да, ну, и, собственно, цех дроби струйки, окраски, всего остального. Это сборочно-сварочный стапель основной. Здесь собирается такая же вот секция, которую мы видели, не секция, а уже объемная, объемная ферма, 12,5 метров, часть, готовая часть элемента нашей структуры, в общем-то, ну, вот как-то так. Все ясно. Ну, а здесь, как я понимаю, боковые части путевой структуры? Правая, соответственно, а вот это, как бы, верх, грубо говоря, то есть, ну, в технологии сборки собираем сразу левую и правую части, соответственно, смотрим, какая геометрия получается, дальше выкладывается левая часть, часть правая, и вставляется раскосная решетка уже в общую металлоконструкцию, соответственно, в структуре общей оснастки нашей всей. Вы можете это рассказывать? Вас уполномочили? Не слишком ли много секретов мы раскрыли? Ну, скажем так, секреты, они внутри конструкции, как конструкция работает. В общем-то, мы говорим с вами о том, что мы проектировали и что мы получили в итоге. Спасибо большое, Виктор, за, ну, даже более исчерпывающие ответы, чем я предполагал. Мы с вами в Экотехнопарке, как вы, наверное, уже догадались. И пока мы ожидаем прораба подрядной организации, я хочу вам рассказать о том неприметном, казалось бы, здании, временном, точнее, сооружении, которое находится за моей спиной. Несмотря на то, что нам нельзя снимать, что происходит там внутри, я хочу, чтобы вы все знали, там творится история. Субтитры создавал DimaTorzok Мы вас уже познакомили с тем, как обстоят дела с изготовлением путевой структуры для высокоскоростной линии. В силу конструктивных особенностей, там большая часть работы проводится под крышей, в производственных, промышленных условиях. А что касается легкой линии для юнибайков, то здесь большая часть работы проходит в Экотехнопарке, где мы сейчас с вами и находимся. Мы побеседуем с прорабом организации, которая занимается как раз-таки сборкой и последующим монтажом, если я не ошибаюсь, легкой и впоследствии грузовой транспортных систем. Добрый день! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Демидович Кирилл, производитель работы ООО «Промтехмонтаж». Скажите, на какой фазе находится монтаж легкой путевой структуры Skyway? На данном этапе мы производим укрупнительную сборку подвесного пути, соответственно, сварочные работы и растяжка самого непосредственно подвесного пути. На данный момент у нас идет сварка, производится в этой палатке. Непосредственно здесь идет и подготовительный весь процесс, сварочный процесс и зачистка самого подвесного пути. А потом это каким-то образом вытягивается и все новые и новые рельсы, можно так сказать, поступают сюда и она растет вдаль. Вдаль, да, да. Я смотрю, уже достаточно много сделано, по-моему, больше половины. Больше половины почти уже выполнено. В соответствии, когда будет выполнен непосредственно весь подвесной путь, дальше будет производиться затяжка тросового пути и его моноличивание. Спасибо большое. Но, насколько я в курсе, уже и на третьей линии, то есть на грузовой, начинаются работы. То есть все три транспортные системы монтируются практически одновременно. На какой стадии грузовая находится сейчас трасса? На данный момент, на прошлой неделе поступили металлоконструкции погрузочной линии. Соответственно, на сегодняшний день грузовой линии, извиняюсь. На данный момент у нас производятся все измерительные работы, выверочные. И на следующей неделе мы приступим непосредственно к монтажу станции натяжения. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект, и у вас все в жизни будет путем. Строй SkyWay! Спасай планету! Спасай планету!